Медицинская помощь, повысить ее доступность, как это сделать и какими должны быть первые шаги, обсуждали сегодня в Чебоксарах руководитель регионов всего Приволжского федерального округа. На совете при полпреде президента России в ПФО. Изменение ситуации в отрасли задача общая для всего округа. Выше уровень медпомощи, выше и качество жизни людей. Так в Приволжском округе по федеральной программе уже ввели в эксплуатацию 7 перинатальных центров. Параллельно решаются и другие важные задачи, связанные, например, с обеспечением пациентов жизненно необходимыми лекарствами. Частично нашла решение серьезное для регионов проблема обеспечения лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. С 2019 года закупка медикаментов для лечения 5 из 24 орфанных заболеваний будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. В регионах начали внедряться передовые технологии. Это и информатизация, и единые колл-центры скорой, и высокотехнологичная помощь. В Чувашии более 80% такой помощи можно получить, не выезжая за пределы региона. От кардиохирургии до микрохирургии глаза. Сегодня в этом сегменте работают 8 медорганизаций и 2 федеральных центра. Что касается Чувашии, был действительно доклад главы республики. Он впечатлил. Есть действительно очень хорошие результаты с точки зрения внедрения и бережливых технологий, и цифровых технологий в систему оказания медицинской помощи. Мы договорились, что будем обмениваться лучшими практиками. Я думаю, что своим подчиненным я дам команду обязательно посетить республику, для того, чтобы познакомиться с лучшими практиками, которые мы могли бы перенять. В Чувашии выстроена эффективная трехуровневая система здравоохранения от первичного звена до высокотехнологичных медицинских центров. При этом ремонт и оснащение больниц стоит не на последнем месте. За три года обновлено 80% зданий больниц. Глава республики ставит задачу обновить всю инфраструктуру в течение ближайших пяти лет. В целом, расходы на здравоохранение в республиканском бюджете за последние три года возросли в 1,3 раза. К 2024 году в рамках реализации национального проекта здравоохранения с получением федеральных средств мы вложим в отрасль дополнительно 11,5 миллиарда рублей. Вместе с тем есть и проблемные вопросы. Например, самые частые причины смертности в Чувашии, как и в округе, это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. Общая статистика по Приволжскому федеральному отмечает, что по итогам 2017-го естественная убыль населения составила минус 2 на 1000 человек, что в два раза превышает российский показатель. Поэтому особое внимание руководителей регионов на снижение смертности. Снижение смертности играет роль только работа первичного звена и специализированных центров. Это, например, сердечно-сосудистые, травматологические. Только они дают, их хорошая работа дает снижение смертности. Немаловажна и доступность медицинской помощи. В некоторых регионах есть отдаленные от центров населенные пункты. Для их обслуживания необходимы мобильные медпункты. Один из них уже появился в нашей республике. На это регионам выделяются средства из федерального бюджета, так же, как и для строительства фельдшерско-акушерских пунктов населения. В Приволжском федеральном округе около 2000 нецеленных пунктов, где нет медицинских учреждений, и они находятся на расстоянии более 6 километров. Это один из вопросов, который требует, безусловно, внимания. Перед каждым руководителем на совете были поставлены конкретные задачи и обозначены сроки их выполнения. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Игорь Зверев. Республика. Продолжение следует...